Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Когда мы открываем Библию и начинаем знакомиться с ее содержанием, то обнаружим, что Господь заранее предупредил людей не поклоняться ничему, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Но что в водах ниже земли? Вот нынешнее лето нам пришлось познакомиться ближе с рыбой. И что пришлось узнать, посмотреть, какие пословицы много. Рыбак рыбака видит издалека. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. То есть уже научение показано. Дело в том, что в мире сегодня насчитывается более 7,5 миллиардов человек. Ежедневно от голода и недоедания умирает до 70 тысяч человек. Цифра невероятная. Начинаешь смотреть, это медленная работа идет, смотреть по государству. Голод там, где не граничат с морем. Где люди живут и рядом есть вода, водоемы, голода не бывает. 7,5 миллиардов. Земля не может прокормить. В эти страны идут целые корабли гуманитарной помощи. Мне пришлось близко каждое утро быть с одним архиепископом, Лос-Анджелесским Антонием, гулять. Я ему говорю, вот хвалятся Америки, весь разврат, все оттуда идет, масонство, революция. Да так, но Бог ее терпит. А почему? За добродетель. Вы видите, какие корабли идут в страны, где люди голодают. Я не обращал на это внимания, стал смотреть, и действительно, очень и очень много они жертв. И Бог терпит это, милостыня спасает. А чем же питаются люди, которые островные государства, как Япония, Англия? Рыбы. Море продуктов сегодня столько, что хватило бы прокормить, может быть, десяток тех людей, которые живут сегодня на земле. Настолько все там много и богато. Не поклоняйся тому, что ниже земли. А разве люди поклонялись рыбам? История не сохраняет нам этих данных. Но что знали, это определенно. Надоедает одна и та же пища. Говорят, хлеб не приедается. А рыба? И вот Господь показывает пример. Люди стали роптать. Мясо. Надоело нам все это мясо. И Моисея возопил Богу. Они требуют мяса. Но 600 тысяч только людей, взрослых, от 20 лет и выше. Где я возьму? Весь скот заколоть? Выщерпать рыбу из морей? Значит, они знали, живя в Египте, как много рыбы дает нил. И вот несколько мест священного описания. Кто считает Библию, тот увидит. Что Господь творил чудеса неоднократно. Но не с птицами на небе и вверху. Птицы небесные. Не на земле, зверями земными. А с тем, что под водой, в воде находится. И Евангелие от Луки, 5 глава, 6 стих. И он говорит, забросьте сеть, там небо. И столько было, что даже сеть прорывалась. Люди это даже не дают. Прорывалась. Рыба уходила в прорванную сеть. У нас есть люди, которые работали в море по добыче рыбы. Это целые комбинаты на воде. Почему так люди бьются за возможность иметь выход в море? Везде. Евангелие от Луки, 11, 1. Говорит, если сын попросит у тебя рыбу, то есть отец, то подаст ли змею? Сравнение какое? С хлебом, с рыбой и с яйцом. Хлеб на земле. Попросит хлеба. А разве подаст камень отец? Дальше. Попросит рыбу в воде. Подаст ли змею? Они очень похожи. Бывает рыба очень удлиненная такая. И попросит яйцо. Это птица. И подаст ему скорпиона. Видите, везде размышления должно быть. Как все охватно. И что в меню людей было в то время. Евангелие от Луки, 24, глава, 42 стих. Господь спрашивает их, есть ли у вас что? Поесть. Но что бы мы предложили Христу, если бы он зашел к нам в гости. А предложили следующую часть печеной рыбы. Мы сегодня в фольгу заворачиваем. Не рыбу, а часть. То есть такая большая рыба. Один кусок отрезали. И с чем же они ели? И с чем закусывали? С сотовым медом. У нас необычное это меню. Рыба с медом. И оказывается, для организма это очень полезно. Кто не пробовал, попробуйте. А сегодня сразу тебя осудят. Ты не разбираешься в этом. Надо вот в это. Там больше уксуса. Больше соли. Как раз этого и не надо. У них с собой соли не было. К слову сказать, вот напоминаю. Когда говорят, нормально посолено, ни много, ни мало. Это означает, пересол в 4 раза. Вот наши болезни откуда идут. Сахар и соль. Главные вредители нашего здоровья. Ну и переедание. Иван Галиатриана. Оточитаем мы. 21 глава 6 сетей. Забросили по правую сторону сеть. И не могли вытащить. Я думаю, почему сеть? Как забросить сеть? Сразу рыба набивается у нее. Это не нефть. Нефть это тащишь. Она как в мешок рыба попадает. Выйти не может. Найдем подобное где. Слово рыба. Имеет и счет. Учеников. Была рыба с собой. Сколько две рыбки. То есть они уходили куда. Брали с собой хлеб и рыбу. И над хлебом и рыбой Господь творил чудеса. Ни над баранами, ни над мясом, ни над чем другим. Это говорится в 21 главе 10 стих. Поймали рыбы большие и пересчитали. По счету было 153 рыбы. Не 154, не 152. Так что статистика даже бывает и в рыбе. Ну а почему там так много? А вот едите, когда рыба бывает икра. Каждая икринка это рыба. Как много ее. У щуки, у одной в животе 11 тысяч. Пророка в вакуум. Осуждая людей, которые отравляют сознание людей разными приманками. Захватывает сеть, коммунистический режим, компионеры, комсомол. Везде. Это все ловля рыбы идет. А в вакуум. Первый главный 15-16 стих. Ловят удою, удочкой. Это приманка. Что-то обещают, тебе должность дадут, у тебя будет. Второе. Захватывают в сеть. И забирают в невод. И после этого кодят в неводу. Где кто видел, что в невод повесили, и перед ним кодилов Махады. А речь идет о том, чем именно ловят. Вот сеть. Это переплетенные нити в двух направлениях. Ячейка застревает, жабрами зацепляется где-то. А как это понимать? Очень просто. Это надо видеть, знать сеть. Мне однажды пришлось плести сети. Ну, немножко совсем. Это очень трудное занятие. И починивали сердце, ученики. Какая-то специальность. Мы не считаем, чтобы Господь избрал много каких-то людей, которые заняты в финансах, умение добывать деньги. Нет, один только левий. И он все это оставил, и больше к нему не возвращался. А из рыбаков Симон, называемый Петровым, брат его Андрей и отец их, здесь же был. И они рыбу ловили. И Господь избрал рыбаков. Фактически первые, ближайшие люди ко Христу были рыбаки. И когда они потеряли Христа, остались без дела. И тогда один из них и говорит, иду ловить рыбу. Не пасти овечек, не землю возделать. Иду ловить рыбу. И те, которые, видимо, и учениками не были. И мы идем с тобою. То есть это очень популярно было у них. Никто их за это не осуждал. А какая рыба? Мне пришлось видеть, держать в руках рыбу настолько разная. Даже в другой раз удивляешься, неужели такая рыба бывает. Вот я некоторое хотел сказать. Рыба вся состоит из одной головы. И маленький хвостик. А как она будет ловить? Не по воротам. А ей ловить не надо. Она открывает рот. Представьте себе, как большой мяч. И вдруг у нее из головы свешивается, как удочка, и горит фонарик. Другие рыбки интересуются, что там. Она вот закрывает, и рыбка с ней. Другая рыба, она видит, села какая-то бабочка там на ветке. И она с расчетом из-под воды стреляет. Водой, струей. И точно попадает. Она падает в воду, она ее поглощает. У рыбы тоже заложена мудрость какая-то. Ощущает ли она боль? Бывают ли у людей какие-то любимые, как вот птицы, держат животных домашних? Это трудно сказать. Но сеть состоит из двух поперечных ниток. А что они означают? Чудо и пророчество. Вот об этом хотелось сказать больше. А какое чудо? Золотой, говорит, я не нуждаюсь в чуде. Было одно чудо. И Господь, говорит, не дастся другого знамения, кроме знамения ионы пророка, который был во чреве кита три дня и три ночи. Это, говорит, Матфея 12.40. Итак, Сын человеческий три дня и три ночи будет в сердце земли. Матфея 4.19. Да как, кит разве рыба? Ну, в сказке говорится, чудо-юдо рыба-кит. Но это зверь. Почему? Жабр нету. Дышит, выныривая. Может на 10 минут затаить дыхание. Ловит, когда опускается в землю. Есть такие огромные, как голубой кит. Длина его до 30 с лишним метров. 150 тонн вес. Детеныш рождается 4 тонны сразу. Каждый день 200 литров молока она дает. А молоко, как наши сливки. Удивительно? Да. Их мало. Но северным народом разрешает ими питаться. Вот первое. Почему зверь? Млекопитающее. Кормит молоком. И нет чешуи. Три признака. А какую рыбу можно есть? У животных можно есть те, где копыта раздвоенные. И жвачка. У свиньи раздвоенные, а жвачки нет. Была под запретом эта пища. А другого жвачка есть, как у верблюда, но не раздвоенные, а копыта. А у птиц. И птицы перечисляются. И рыбы точно так же перечисляются. Чешуя. Я помню, за столом маленький еще был. Материн отец, дедушка наш, Егор. И он говорил, рыбу можно есть вот такую. И показывал в голове у нее, похожая на крестик, косточки. Люди по-своему по нему нашли. Вот говорят, галиян. Галиян что означает голый? У него чешуи практически нету. Он малый такой. Но главное определение – чешуя. И вот, чтобы научиться ловить, Господь говорит, сделаю вас ловцами человеков. Вот с рыбака нужно взять пример. Что делает? Чудо Божье. Он уверовал, что Господь Христос может все, денег нет. А иди, забрось удочку, и первое, которое попадется, раскроешь рот. Не вскрывать не надо. Мне как раз сколько вам требуется за вход в храм. Такого чуда ни с животными не было нигде. Где-то можно как-то подделать. Но это невозможно никак. Вот идите, и кто там встретится на площади и несет воду, за ним идите, там мы встретим Пасху. Скажите, что приготовь горницу. Это как-то можно договориться, подстроить и сказать, чудо совершилось. А это никак. Еще можно в сеть поймать. Ну показывают иногда, сидят водолазы с большими рыбами. Президент ловит, бросает, они его на крючок сажают, он вытягивает. А эти сидят там, помогают. Вот это рыба. А здесь никак нельзя. Ты иди сам. И бросит там водочку, где тебе желательно будет. И первая рыба, и там будет чудо. И Господь говорит, вы ловили рыбу, сделай ловстами человеков. Вот это центральная мысль, о которой хотелось сказать. Что чудо, златоу твое, мы в нем не нуждаемся. А первые христиане, первые уверовавшие во Христа, они видели чудо. И это чудо, как будто приблизило их. Они наедлись до света, и на завтра стали искать, а Христос на другую часть моря, Галилейское озеро, это море называется. И они туда приплыли. А как-то учитель пришел сюда. Они не видели, как он пришел. А он говорит, вы не то, что чудо видели, а вы ели, насытились, и теперь ищите, чтобы бесплатно вас кормили. И поэтому ищите духовного. Если чудо нас не приближает, то остается второе, вторая нитка. Это пророчество. Пророчество это не предсказание. У нас такое мнение, вот это пророк. Вот он сказал, и случилось. Пророчество означает проповедь о Христе, о том, что будет суд, что придет Господь Христос. Это пророчество. И апостол Павел говорит, желаю, чтобы все пророчествовали. И далее, ревнуйте о Даре пророчество. У нас этой проповеди вообще такой нету. Отстоял, ушел и все. Ревнуйте. Сколько на земле людей, и практически каждому свой подход. Почему Иоанн Затауз говорит, чтобы обратить человека, нужны тысячи талантов. Когда говорят, пасите овец моих, пасите агнцев, это уже готовые. А как его поймать, овечка это сделать, чтобы потом за ним ухаживать-то? Научитесь рыбачить. И сколько ты опыта не приобретешь, на каждую рыбу своя приманка. Где-то на глубине, в какое время суток, где находится глубже, где мелко. Это ты должен все знать. Поэтому люди, которые знают все, они всегда с рыбой. А то у нас такое изобилие, и мы даже и не зная ничего, можем поймать ее здесь. И поэтому главное, нам всем научиться ловить рыбу. Пророчествовать. То есть говорить о Христе, о Его миссии, что Он умер за наши грехи. Главное рыбак. И когда Христос говорил, говорит, ученикам сказал, ученикам они отошли от берега немного, а люди стоят на берегу. Где-то в толпе Его еще теснили, прикасались, а здесь никак. И Анна Тауз говорит, обычно бывает человек на земле и бросает, и ловит, что в море. А Господь с моря забросил на землю и поймал. Все по-другому. И научиться свидетельствовать, воспользоваться даром, который Господь дал людям, дар священного Писания и восприятие Его полной веры. А что ты сказал бы? Я сказал, что за все придется отвечать судьб Божий. Начиная кому-то говорить, в первую очередь говорить о страхе Божьем. Мы все смертные, человек что-то отрицает. Ну, само этого не случится. Один в аварию попал, у другого сгорело. Ну, я обеспечен. В таком доме живу, который не сгорит. А ты умрешь? Ну, как? Все умрут. А чего умрешь? Не знаю. Рассказывает. Крестьянин первый раз увидел рыбака и говорит. Но на море же бывает и буря. Да, бывает. Да ты можешь утонуть. Конечно могу. Так и не езди. Не уходи в море-то. Нельзя. Я этим питаюсь. А твой отец кем был? Рыбаком. Ну, и как он умер? Ну, утонул, буря был. А дед? И дед был рыбаком, утонул. И ты идешь туда. Он говорит, а тебя кто отец был? Ну, он землю засевал, то другое. А как он умер? На кровати. А дед на кровати. И ты на этой кровати спишь? Не боишься? Поэтому приготовься. В рыбаке мы нуждаемся. Можем на практике не быть. Но главное в этом. Первые христиане, они изображали тайно. Христианин-то или нет. Два полукруга рисуют. Первые сходятся, а дальше как хвост раздвояется. Пересечение. Мы являемся в своем роде и рыбой, и рыбаками. И главная нить это пророчество. Это знание священного писания. О великой его милости. О суде Божьем скажи. Далее скажи, милость Бог дает. Да я не могу отстать. Вот там пьяница или кто-то. Доверься Богу. Бог сделает так, что ты сам удивишься. Будешь смотреть, тебе противно будет. Пьяница и старстью Божию не наследуют. Ты это повторяй. А дальше, а дальше огонь вечный. И где мы будем, зависит от того, как относились мы к званию рыбака. Да научит нас Господь не только есть рыбу, но и о духовном заботиться, свидетельствуя людям. Ибо близко пришествие Господне и суд над всеми. Ему Богу слава во веки веков. Аминь. 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 Спасибо.